Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас на прогнозе финальной встречи мужского турнира Australian Open 2015. Да, вот так вот получилось в этом году, что я для вас буду прогнозировать не только женский финал, но и мужской. К сожалению, в женском финале нас, россиян, болельщиков наших отечественных теннисистов, а я думаю, все-таки в большинстве случаев мы поддерживаем наших, неудача нас постигла в очередной раз. Мария Шарапо проиграла Сирене Вильямс в очень достойном финале. Я, когда записывал вчера прогноз... Ой, это я виноватся, это сейчас сейс у Джоковича получился случайно, потому что я просто не играл. Так вот, я вчера, когда это все записывал, я... Ох, хорошо-то! Я, к сожалению, ну, как бы рассчитывал на то, что Мария сыграет достойно, но все-таки в это верил не сильно. А получилось так, что Маша действительно играла очень достойно, особенно во втором сете, но... Но все-таки... Но все-таки Черная Пантера, это Черная Пантера. Вот так вот. Сегодня я играю, наверное, как вы уже поняли, за Энди Марре, британца, который к этому финалу шел такой теневой дорогой, но все-таки шел очень уверенно. Видно было даже вот, особенно в полуфинале против Бердаха, что Энди каким-то образом в первом сете, сыграв не очень хорошо, понимал, что у него уверенности настолько больше, чем у его соперника. И специалисты отмечали, что, несмотря на то, что Маррей играл не очень, кажется, хорошо, он все-таки выглядел с большей уверенностью на лице. И казалось, что сейчас все-таки он дожмет Бердаха. И да, так в итоге и получилось. И Энди оказался в финале. Но это, если смотреть только на полуфинальные встречи. Ну, просто полуфинальные встречи здесь ярким примером служат, потому что у самого Джоковича выдался, наверное, чуть ли не самый сложный матч в полуфинале. И против бывшего победителя, теперь уже бывшего победителя Australian Open, прошлогоднего Стэн Вавринка, который, ну, великолепно выступал на этом турнире. А еще круче он выступал в прошлом году. И, конечно, это сенсация, что все-таки Стэн вот так вот победил в прошлом году, но все-таки в этом не смог поддержать свои победные амбиции. Но играл достойно. И повторение прошлогоднего финала не получилось, но игра была очень интересная. В итоге 3-2 победа Джоковича. Кто смотрел мой вчерашний прогноз на Марию Шарапову, тот знает, что я ставил даже на Вавринку немножечко денюшек. Коффициент был очень привлекательный, там, около 4,5. Но все-таки в последней партии, причем 6-0 проиграл Стэн Джоковичу. Да, Джокович это первая ракетка мира, и тут даже не стоит спорить на эту тему. Он будет сегодня фаворитом в матче с Марием. И, конечно, британцы будут поддерживать своего. Ну, а любители Джоковича, сербы, да и, я думаю, по всему миру этих любителей Новака предостаточно. Поэтому будем наслаждаться хорошим теннисом, хорошим финалом. Я, если честно, ни за одного, ни за второго не болею. Я болею просто за Австралию. Австралия это мой любимый турнир. Не устану это повторять, потому что мне вот просто... Я вижу вот эти голубые цвета, порты. И меня это все возбуждает, реально. Ребята, это настолько красивый турнир. И многие специалисты признаются, что это самый, наверное, яркий, самый зрелищный турнир из всех четырех большого шлема. И, конечно, когда видишь эту картинку, ну, дух захватывает. Насколько там все организовано. Насколько вообще Австралия живет этим турниром. Ух, какой смеш сейчас от Джоковича был. Насколько Австралия живет этим турниром. Сколько народу приходит на матчи. Потому что параллельно во время этого проходил там же в Австралии кубок азиатских стран. И, ну, это примерно то же самое, что чемпионат Европы. Свой континент. Да, и самое главное, что сегодня, ну, точнее, вчера уже вместе с финалом женского разряда проходил финал в этом турнире футбольном, да. И Австралия в финале победила у Южной Кореи. И я слышал интервью людей, которые находились там, в Австралии. Ажиотажа больше было на теннисе, чем на футболе. Нет, понятно, что свои болельщики пришли и туда, и туда. Но все-таки, все-таки, ребята, как бы там ни было... Хорошо, как сейчас пробил. Ну, как бы там ни было, вот Australian Open может перебить рейтинги самого популярного вида спорта во всем мире. Вот так вот. Поэтому, конечно, наверное, все-таки моя любовь к Австралии появилась где-то вот с начала 2000-х, когда наши прославленные теннисисты Евгений Кафельников и, в особенности, Марат Сафин удачно там выступали. Действительно, Австралия для российских теннисистов была очень удачным турниром. И, конечно, тогда еще, кстати, корты были не голубые, а зеленые в цвет, как бы, страны. Ну, и вот я до сих пор помню, как будто... Ну, не как будто, конечно, вчера, как будто позавчера, наверное, был финал 2005-го года между Сафином и Лейтоном Хьюиттом. И, конечно, он отложился в памяти надолго. Так я бы болел тогда за Марата. Он привил мне, кстати, любовь к теннису. Да, честно могу сказать. Я не большой игрок там в теннис, я уже признавался. Я играю достаточно редко. Но все-таки я понимаю, что это очень элитный и очень дорогой и очень крутой вид спорта, которому... Ну, заниматься которым хотел бы, наверное, чуть ли не каждый третий на нашей планете. Потому что, ну, во-первых, это, еще раз повторюсь, красиво все выглядит. А, во-вторых, это очень прибыльно. Почему бы и нет, да? Теннис приносит хорошие деньги. Может быть, не так, как футбол, но... Но зато... Есть и другие плюсы. Ладно. Все, давайте больше к игре переключимся. У нас первый сет уже закончился. И в этом первом сете 3-0 Марой одержал победу. Я, ну, по опыту прошлого, прошлой записи матча Марии Шараповой и Сирены Уильямс, я все-таки решил, что нужно сделать... Ух ты, Джокович, опять сетки как удачно выходят. Я решил все-таки сделать не 6, а 3 гейма. Потому что чересчур длинное видео получается. И поэтому до трех побед в каждом сете мы играем. Я думаю, вы на меня сильно за это не обидитесь. Здесь самое главное прогноз, во-первых. А во-вторых, ну, вообще посмотреть на то, что такое теннис, как это выглядит. Классный удар получился. Вобор Куджоковичу. Вот. Ну и хотелось бы все-таки мне, мне бы очень хотелось бы, чтобы моя Авермедия первая, на которую сейчас я записываю этот прогноз, она записала видео 16 на 9, а не 4 на 3, как она записывает в последнее время. Я не понимаю, в чем причина. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то шарит в этих Авермедиах, в чем причина, почему ранее она мне бесперебойно записывала видео в нормальном формате. А как только у меня появилась Авермедия 2, она перестала у меня нормально записывать первая Авермедия. Она ревнует, что ли? Я не понимаю. Ну, вот такая ситуация, короче, происходит у меня с записями. Поэтому, если у меня опять квадратом все записывается, то вы, как и в прошлый раз, увидите чуть растянутое видео, чуть обрезанное по сверху, по краям. Но вроде все как бы смотрибельно. Поэтому, ну, не обижайтесь на меня. Я не могу разобраться, честно могу сказать. Я и так уже сижу, время ближе к часу ночи. У меня завтра ответственнейший матч по хоккею у самого. А я вот сижу и для вас ночью записываю это видео. Для того, чтобы вы, поклонники тенниса, да и вообще поклонники моего канала, уже не раз я об этом говорил, смогли увидеть мое творчество. Ух ты! Классно, кстати, я играю. Ух ты! Еще раз давай. Ох, есть! Есть! Я перекинул! Я перекинул Джоковича. Чтобы вы увидели это видео, мне кажется, что все-таки редкая ситуация, когда я могу и мужской, и женский финал записать. Я говорил, что здесь теннисистов абсолютно немного. Но вот все-таки удивительно для меня было, что тут есть японец Нисикора. И когда он попадет в какой-нибудь более-менее значимый финал, я и с ним прогноз запишу, потому что этот парень на данный момент является пятой ракеткой мира. И как мне кажется, все-таки за такими теннисистами будущее, как вот он, как вот этот австралийский Кергиус, или как-то его там, ну Кергиус, по-моему, правильно называть, его фамилию, вот за этими теннисистами будущее. Это молодые парни, которые рвутся в элиту тенниса. И когда-нибудь Мара и Джокович закончат свое пребывание в Грандслэме. И нам придется к новым именам привыкать. А вот за этими уже новыми именами нужно сейчас следить, чтобы разбираться в дальнейшем, кто что и чего добился. Я, если честно, очень мало вам пока рассказываю о самом финале, то есть и о том, что в этом финале нам стоит ждать. Ну, сейчас на самом деле расскажу. Сейчас расскажу, перерывчик будет какой-нибудь. Фолл. Ну, как мне кажется, все-таки в этот финал пробились два самых сильных теннисиста именно этого турнира, потому что что Фидерер, что Наталь, ну, показали не тот теннис, который от них ждали. Ну, поэтому они на более-менее равных, ранних стадиях и вылетели. Эйс, кстати, сейчас был. Вот. Единственное, кто заслуживал выхода Фидал, это все-таки, наверное, Стэн. Жалко, конечно. Да ладно, еще один эйс. Ух ты, два эйса подряд. Жалко, конечно, швейцарца, но... Попался, вот он. Попался он на Джоковича, который хладнокровно выступил, хотя в любом случае по ходу всей встречи нервничал. Ответ классный прием сейчас был от Джоковича. 25 точных поединков было у этих теннисистов. Отлично, они знают друг друга, на что способны соперник. Нас ожидает очень интересная встреча, как мне кажется. Представляете, вот так много уже игр провели. Если честно, счета только, по-моему, личная встреча тут не указана. Ну, я думаю, что не затруднит вас найти счет противостояния Мара и Джоковича. Фаворитом можно считать кого угодно. Я сказал, что это Джокович, но вот некоторые, видите, пишут о том, что считается Марой. Но ставить против Джоковича рука, конечно, не поднимется ни у кого. Все-таки это теннисист высочайшего уровня. И кто знает, что на него нашло в полуфинале. Может быть, это вот такой разовый сбой. Ну, вот я говорю, что там эксперты все. Ой, Джокович, дом в полуфинале, легко расправиться. Не знаю, для меня это так не было. Но если уж говорить о ставках, то можно выбрать, например, по геймам Total. Уверен я, что ни тот, ни другой не победит со счетом 3-0. Оба соперника отлично играют на приеме. Пожалуй, это два лучших принимающих игрока в туре. Поэтому у них всегда будет возможность вернуться в игру. Как бы она ни складывалась. Вот из-за этого, мне кажется... Двойная, кстати, ошибка у меня сейчас случилась. Но, кстати, тем временем я очень близок к тому, чтобы второй сет 2-0 выиграть. Осталось только Джоковича по углам загонять. Вот так вот. Думаю, что, кстати, на Total геймов, я уже сказал, стоит поставить 39. Логичный будет выбор. Total больше 39 геймов. Но коэффициенты во всех конторах разные, поэтому не буду даже озвучивать. Если захотите, сами посмотрите. Да ладно! Ох ты, как Джокович сыграл сейчас. Ну, а вот и история у меня перед глазами. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь побед было у Марая. А если 25 встреч, то, я думаю, с математикой многие из вас дружат. Посчитать вы сами сумеете. Ой, хорошо. Ну и что, сетпоинт. Надо заканчивать. Блин, насколько мужики сильнее, конечно, бьют по мячу. Даже несмотря на то, что в прошлый раз я играл против Сирены Вильямса. Вот так вот. Все. 2-0. Ну и, возможно, решающий сейчас сет нас ждет. Теннисисты поменялись сторонами. И новых будет подавать. К сожалению, вот в этой игре Grand Slam 2. Одежду нельзя теннисисты менять. Хотя, наверное, все-таки, если ты карьеру играешь, можно. Я просто не играл карьеру. Не знаю. Ну, хотелось бы, чтобы хотя бы как девчонки выглядели. Чуть поразнообразнее. Эти парни. Чисто белые шорты и белые майки это как-то по-уимблдоновски. А не по-австралийски. Потому что в Австралии разрешено играть в разноцветной одежде. В отличие от Англии. И все-таки пытаются теннисисты многие выделяться на этом фоне. Яркими цветами. Там тот же Надаль. Виктория Азаренко. Сирена Вильямс. Да и Маша Шарапова. Кто еще мужчина? Да Джокович любит разноцветные одевать. Но он не здесь сейчас разноцветных. Но все-таки одевать майку одного цвета, шорты другого. То есть, ну, как-то выделяться. Уимблдон чисто в белом играется. Да, это традиции турнировские. Традиции я тоже люблю. И стоит их почитать. Но все-таки выглядит это не так ярко. Даже на фоне зеленой травы. А Австралия, которая качеством просто кортов, стадионов, картинки под телевизионами. Отличается, по-моему, от всех турниров колоссальным образом. Не знаю, я поэтому и люблю. Может быть, кто-то не поймет этого. Но я именно за это люблю Австралию. Плюс я еще говорил, что время начала игр меня очень привлекает. Это не ночью. Это не там... Не Франция, которая непонятно в какое время там идет. Ну и плюс стабильность. Австралию всегда показывают по российскому телевидению. Не важно, какой канал. Но какой-нибудь точно показывают. Почему-то вот турниры... Ух ты, какой удар получил сейчас. Почему-то турниры английские там или американские, USA Open, не всегда можно увидеть. Особенно американские нам тем более неудобны по времени. К просмотру. Если в Австралии некоторые матчи, которые под утро начинаются, Их можно тут же посмотреть в повторе, то... Ну, не знаю. На USA Open я такого не видел. Начало игр в час ночи. И всю ночь они играют. Дотянись. Да ладно. Да дотягиваться надо до такого мяча. Ну, как же так? 1-0. Марэ впереди. И 30-15. Джокович на подачу Марэ ведет. Так, еле-еле я попал, по-моему. Со второй подачи. Да ладно, дот Джокович все достает. Ну, это... И стоит, а я в него бью, да? Ой, хорошо, хорошо, как Марэ сыграл. Два брейкпоинта, напомню, было у Джоковича. Остался один. А, нет, не два. Тут 30-30. А мне показалось, что 40-15 был счет. Вот теперь... Уже... Марэ ближе к победе. Геймпоинт у него. Да. Ох ты, Джокович у сетки великолепно играет. 40-40 ровно. Хорошо, хорошо. Больше. Больше. Неплохо Марэ двигается по корту. Вообще, на самом деле, Марэ в неплохой форме на этом турнире. И есть у него шансы, как мне кажется, обыграть Джоковича. Но Джокович тем временем у нас сравнивает счет. Ну, а сам Новак просто будет играть с позиции силы. С того, что он стремится к пятой победе. Пятой победе на Австралии. В Австралии. И это... И это круто, конечно. Что там говорить? Джокович последние года короля этого самого турнира. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Двойная ошибка, ребята. На второй подаче я так сделал, да? Первый гейм, по-моему, взял Джокович. Да. Теперь 3-0-3-0 было. Теперь 1-1. Все, у меня начинают слепаться глаза. Я хочу всерьез спать. И, естественно, мой противник начал этим пользоваться. Словарный запас у меня резко заканчивается. Информативность тоже заканчивается. Приходится по факту говорить о чем-то. А вот... Компьютер только... Что и делает. По углам меня гоняет. Как будто бы четвертое дыхание у Джоковича появилось. Хорошо. Сейчас Маре сыграл. Дух достал. Но это нереально уже было. Просто Джокович вошел в порт. И контролировал все отскоки, которые... Только могли быть. 30-15 на подаче Джоковича. Но это здесь без вариантов. Я думаю, что это сейчас. Опять у сетки. Опять у сетки. И, конечно, это, скорее всего, очков в пользу Джоковича. 40-30. 40-30. Game point. Я не знаю, что случилось с Джоковичем. Или что со мной случилось. Но он заиграл. Он заиграл в третьем сете. Хотелось мне побыстрее все это закончить. Но, по-моему, компьютерный Джокович против. Да. Ужасная моя подача. И тут же с бэкхэнда я получаю почти в самый угол. Сейчас неплохая подача. Когда не задумывался о результате. Ну, играл и играл, да? Как немножко стал задумываться. Все. Что-то не получается. Мячи куда-то не туда летят. Соперник играет на порядок лучше. Пишите, кстати, в комментариях. Я хорошо сейчас как сыграл по линии. Пишите в комментариях, за кого будете болеть в этом финале. Мне, конечно, интересно. Я понимаю, что все-таки больше болельщиков, наверное, Джоковича. У нас в стране. Просто. Что, мяч все-таки опустился. Да ладно. Болельщиков, Джоковича, все-таки больше у нас в стране. Чересчур яркий он персонаж. Но Марый, типичный такой британец, олимпийский чемпион, напомню. Если вдруг кто-то забыл на своей домашней олимпиаде в Лондоне. Ну, Лондон, конечно, не его дом. Но все-таки шотландец победил олимпиаде, которая в Британии проводилась. И вот так вот. Какой там счет? 40-30. Джокович имеет сетпоинт уже на подаче Маре. Я не знаю, что случилось. Если честно, я немного сшокирован. У меня реально слепаются глаза. Я действительно очень сильно уже упоротый. И хочется мне спать. И я хочу закончить. И сейчас, наверное, мое состояние очень схоже с состоянием теннисистов, которые измученные играют на корте там по 5-6 часов. А если вы не видели финал Австралии 3 уже год назад, получается, между Джоковичем и Надалем, то вы, наверное, вообще тенниса не видели, потому что этот финал был лучше из того, что когда-либо игралось в теннис. Ну, лично я то, что видел. 6 часов. 6 часов эти парни находились на корте. Это было супер. Это было вообще нереальнейшее зрелище. Если кто-то не видел, советую скачать и посмотреть. Я думаю, в интернете не будет проблем найти этот финал. Так, что у нас со счетом? Я уже сбился. А, да, мы взяли всю свою подачу. И счет становится 2-2. И подача Джоковича. Вот видите, начал отвлекаться, начал разговаривать с вами. И тут же стало все получаться. Надо мысли свои уводить куда-то в другое русло. Не думать, а все делать просто на автомате. И тогда будет... Зачем я трогал этот мяч? Там был аут, но ладно. Все равно удачно все прошло. 30-0. Это какой-то был обманчивый такой эйс. Крученая подача от Джоковича, которая была очень медленная, но... Чересчур точная. Я не достану, конечно. Классная обводящая от Джоковича. 30-30. Хорошо И забивай Да, пустой корт оставил Джокер Умаре сейчас классно ногами двигался Брейкпоинт у Маре Умаре сейчас в правильном направлении Ой, поздно кнопку нажал Поздно среагировал Ровно Да что ж ты стоишь на месте-то Но этот джойстик не сработал Ай, хорошо Хорошо Опять ровный счет, по-моему Повторов очень много Очень много повторов Ждем, ждем мы все-таки появления нового тенниса Не знаю, не читал ничего Не спрашивайте, будет он точно или нет Но я надеюсь, что компания ей не забьет На другие виды спорта Кроме хоккея, баскетбола, американского футбола Что они еще выпускают Еще бейсбол они выпускают Еще регби было, да Вы многие пишите в комментариях Задаете вопросы, а где теннис Ой, не теннис, а баскетбол Еще что-то Ребят, вы поймите Я пока, скажем так, отношусь к начинающим ютуберам И нет возможности Все сразу покупать Потому что, ну, лицензия, понимаете, да Игры все недешево стоят Особенно при нынешнем курсе рубля Вот Поэтому я, конечно, с удовольствием бы На своем спортивно-игровом канале сделал Все виды спорта Которые только возможны Представлены В компьютерных играх Но Но пока приходится Только самые популярные записывать Потому что, ну, мне же тоже нужны Зрители Вот А все остальное На любителей Там Завтра у нас еще и финал супербола Американского футбола И в прошлом году прогноз я свой записывал Но в этом году пятнадцатую НФЛ я не покупал И Не знаю Задумываюсь о том Чтобы, может быть, записать на четырнадцатый Прогнозный финал Хотя у прошлого Финала просмотров Ну, прогнозный финал просмотров Было очень мало Так что Не уверен, что это кому-то нужно А вообще, если честно Я не понимаю Этот гейм длится больше, чем По-моему, два сета прошлых И Что случилось с Джоковичем У него второе дыхание открылось Или восемнадцатое уже дыхание Не знаю, какое И Когда же я уже Выиграю В том, что я выиграю Я практически не сомневаюсь Да Вот Наконец-то По-моему, я это сделал Да Да, мне это удалось Но Теперь Джокович будет бороться За тайбрейк Брейкпоинт Какой-то там Непонятно уже какой Я сбил со счета И я все-таки Одолел Ох ты Вот это прием от Джоковича Что делает первая ракетка мира 15-0 В пользу Серба Да ладно Выходы к сетке Он просто очень сильно прибавил В отличие от первых двух сетов 30-0 Джокович ведет Тайбрейк У нас Вполне может быть Ну да 40-0 на подаче Мара 0-40 точнее Тройной брейкпоинт От Джоковича И он просто стал все доставать Все Джокович включил сирену Вилли Я не знаю Что с ним делать Мне уже кажется Что это не от того Что я спать хочу Это просто действительно Настройки такие В этой игре Он просто заиграл Совсем другой теннис И тайбрейк Ребята Он стал все время Выходить к сетке А я у сетки Как вы знаете Играть не умею Абсолютно 1-0 на тайбрейке Мои теперь Две подачи Надо их хорошо подавать Надо очень хорошо подавать Забивать Хорошо 1-1 Ух Какой сегодня тайбрейк Был Шараповый с Виллимс Ну не то чтобы сам тайбрейк Вообще весь этот Второй сет был Великолепный Жалко Машку Жалко Могла она сегодня Если бы с самого начала Она так играла Как во втором сете Либо Если бы ей Чуть-чуть повезло И она этот второй Самый сет Выграла А потом бы В третьем Там уже Сирена Видно было Поплыла немного Вот как сейчас Я плыву Ну в лице меня Энди Маррой Ведет вроде Почему ты не бежишь На мяч 2-2 Да почему ты не бежишь На мяч Эйс Сейчас мне напомнил Опять-таки Женский финал Когда Маша Сегодня Так часто Пыталась Угадать Все-таки Не по мячу Действовала А угадать В какую сторону Сирена Будет подавать А эти все Гадалки Заканчивались Ничем Хорошо Максимум 20-25 минут Я уже 33 играю И еще Непонятно Отдаст ли мне Джокович Очки Есть еще раз 5-3 Пользу Марре Есть Есть Да И 4 Чемпионши Пойнта У меня Почему 4 3 3 Да 4 6-3 Счет И Эйсом Было бы Красиво Как Сегодня Сиренка Ну да Даст тут Джокович Джокович К сетке Пошел Аха Аааа Энди Марре Чемпион Ребята Не сказать Что я буду За него болеть Но я Понимаю Что все-таки В статусе Фаворита Больше находится Первая ракетка Мира И конечно Нам будет Хотеться Увидеть Борьбу Борьбу Красивый Искрометный Теннис Яркое небо Потому что Все-таки В финале У Шараповой С Сиреной Был Дождь Хотелось бы Без дождя Обошлись С открытой крышей Играли Ну и все На этом будем Заканчивать Не забывайте Подписываться на канал Ставить лайки И до скорых встреч Всем пока